Всем привет! Вы на канале Краски Праздника. Меня зовут Ольга. В этом видео я расскажу свой опыт продаж изделий ручной работы через магазины оффлайн. Если вам интересно такое видео, оставайтесь со мной. Это видео не будет коротким, поэтому наливайте себе вкусный чай, устраивайтесь поудобнее. Возможно, какая-то информация будет для вас новой и какая-то информация станет для вас полезной. Для того, чтобы вам не было скучно, я поставлю видео о своих металлических всяких разных штучках для рукоделия. Я разбирала свою коробку и решила кое-что оставить для дальнейших творческих работ, а кое-что, конечно же, расхламить, потому что уже нет никакой ценности в этих вещах. Приятного вам просмотра! В этом видео будет мое оценочное субъективное осуждение на данную тему. Стоит ли вообще находить торговые точки, которые примут на реализацию изделий ручной работы, или лучше вкладываться в рекламу в интернете. Я немного подготовилась, конечно же, к этому видео и решила вам рассказать, выделив некоторые пункты, такие как «Как я искала торговые точки?» «Какие игрушки размещала на этих торговых точках?» «Договоренности с предпринимателем хозяином точки?» «Как установить цену?» «Оформление передаваемых изделий?» «Реализация игрушек?» «Контроль деятельности торговой точки?» «Закрытие торговой точки?» «Расчеты, плюсы-минусы и выводы». Хотела бы также вам рассказать о своем личном опыте, о рисках, с которыми я столкнулась, и о заработке. Но сначала, конечно же, хочу рассказать вам о том, сколько у меня было таких магазинов, и как долго мне удалось с ними проработать. Первая торговая точка была у меня, это островок такой в торговом зале. Ребята, молодые предприниматели, занимались реализацией сувениров, и как раз-таки предлагали сотрудничество рукодельницам для того, чтобы принять на реализацию товар. Нужно отметить, что это единственный мужчина-предприниматель, который на сегодняшний день у меня принимал игрушки на реализацию. Но ни одной продажи не случилось, и через два месяца буквально я забрала все игрушки с этой торговой точки. Вторая торговая точка у меня была ровно год, с октября 2016 года по октябрь 2017 года. Здесь было несколько продаж, торговая точка была специализированная, то есть здесь продавались только изделия ручной работы. В достаточно большом торговом центре находился этот магазинчик, поэтому, в принципе, здесь продажи шли неплохо. Третья торговая точка, она у меня была с октября 2016 года по ноябрь 2017 года. И как вы можете заметить, то есть вторая и третья точка, они достаточно перекликаются по своему временному диапазону. Здесь также были продажи. Могу отметить, что здесь было основное количество проданных моих работ. Что это был за торговый центр? Небольшой торговый центр. Здесь и одежда продавалась, и украшения, и канцелярия, и какие-то бытовые товары. Но торговая точка, которая мне предложила сотрудничество, как раз-таки продавала в основном изделия ручной работы, ну и сопутствующий, так скажем, товар, ну как-то резиночки для волос, допустим, какие-то расчески, зеркала и прочее. Четвертая торговая точка у меня была с декабря 2016 года по август 2017 года. Данная торговая точка также специализировалась только на продаже изделий ручной работы и продажи товаров все для рукоделия. На этой точке у меня продаж не было. Пятая торговая точка с ноября 2017 года по январь 2019 года. Здесь были продажи, небольшое количество. Торговый центр представлял из себя отдельно стоящее здание двухэтажное. В основном продавалась одежда в этом торговом центре. Здесь продажи у меня также были, но их было небольшое количество. И вот в январе 2019 года предпринимателям было решено закрыть торговую точку. И все свои игрушки и другие изделия я, конечно же, тоже забрала. Шестая торговая точка у меня была с апреля 2017 года по январь 2018 года. Здесь у меня были представлены только игрушки, развивающие для малышей. Здесь продаж у меня не было. Но после того, как я забрала игрушки с этой торговой точки, то мне их удалось реализовать в интернете. Седьмая точка с сентября 2017 года по август 2019 года. Я так посмотрю, это, наверное, самое длительное мое сотрудничество было с предпринимателем. Данный магазин находился в Большом торговом центре. Но магазин, который сотрудничал со мной, он принимал у меня игрушки, развивающие для малышей. Здесь также были продажи. Итак, переходим уже плавно мы с вами к первому пункту, как я искала торговые точки. Конечно же, я изучала рынок, ходила по торговым центрам, интересовалась, принимают ли изделия ручной работы на реализацию. И хочу сказать, что мне в итоге отказали все, кроме одной торговой точки, которую с радостью меня приняли на реализацию, игрушки, развивающие для малышей. Второй способ – это объявления в интернете. Встречается достаточно редко информация по поводу сотрудничества для рукоделий. Бывают такие на каких-то городских форумах, возможно, на каких-то сайтах. То есть мне, например, на Авито один раз пришло сотрудничество, но я на него как-то поздно отреагировала, поэтому уже не было возможности принять мои товары. Но, тем не менее, через такие объявления в интернете мне также удалось посотрудничать с предпринимателем единожды. И третий вариант, которым я хочу с вами поделиться, это случайные встречи с рукодельницами, которые имеют свою торговую точку, которые являются индивидуальными предпринимателями, и они могут решать, с кем им интересно работать, какие изделия ручной работы у них покупают. Основное сотрудничество у меня, собственно, и происходило именно вот на основе таких встреч с рукодельницами. Основной критерий при выборе у меня все-таки был – это проходимость. Я искала, конечно же, чтобы магазин, который примет у меня изделие ручной работы, чтобы этот магазин был в достаточно больших торговых центрах. Какие игрушки я размещала? У меня были торговые точки, которые занимались специализированно, то есть это либо сувениры, либо развивающие игрушки для малышей, либо это торговые точки, которые принимали ручную работу, то есть им подходило по сути все. Третье, о чем я хотела с вами поговорить, это о договоренности с индивидуальным предпринимателем, который является хозяином магазинов, в который вы сдаете изделия ручной работы. Договариваться нужно только с хозяином, то есть продавец, который стоит на точке, он не принимает никаких решений, он не может принять ваш товар, если только вы озвучите хозяину, что я привожу вот такие-то, такие-то изделия и могу оставить у продавца. Еще какие-то моменты, то есть все договоренности только с хозяином магазина. И вам будет необходимо обсудить с ним такие моменты, как ассортимент, то есть что конкретно вы можете привозить на реализацию. Наценку. Это очень важно, и именно знать реальную наценку на товар. В моем случае были моменты, когда обговаривали 30% наценку, а по факту на прилавке были все 200%. Третье, это оформление. Про оформление я расскажу чуть позже в отдельном пункте. Это контроль за товаром. Это способы оплаты. Уведомление о закрытии точки и контакты. Хорошо, когда контактов несколько. Это либо несколько телефонов, либо телефон и социальные сети, либо электрон. Как установить цену на свой товар именно при продаже в торговых точках. Я рассчитывала цену, учитывая регион, в котором я живу, учитывала наценку, которую мы обговариваем с предпринимателем, и, исходя из этого, смотрела, адекватно ли моя цена, и могу ли я за столько продать изделие. Принимая во внимание, естественно, и материалы, и труд, и время. Приведу такой пример. Допустим, бантик, как украшение для волос, стоит 100 рублей. Вероятнее всего, если вы договорились на ценку 30%, за 130 его купят. Но если предприниматель ставит на ценку 200%, то вероятность велика, что этот бантик, который стоит 100 рублей, его за 300, конечно же, не купят. И поэтому я считаю, что мастеру всегда нужно ставить адекватную цену, ввиду желания продавать. Итак, оформление передаваемых изделий. Оформление обязательно должно быть двустороннее с хозяином, то есть с индивидуальным предпринимателем, не с продавцом, а именно с хозяином. Это может быть либо договор, либо товарная накладная, либо акт приема-передачи, либо просто вот список в произвольном виде, подписанный с двух сторон. По итогу от этого лучше будет только вам, в конце концов, и в том числе, когда вы будете забирать товар при закрытии магазина. И здесь возможен такой вариант, что когда вы либо забираете товар, например, на ярмарках участвуете, либо забираете ввиду закрытия точки, либо этот товар был реализован, то вы просто приходите со своим списком, вычеркиваете наименование товара, и, допустим, ставите свою подпись, или там еще какой-то вариант, можно это тоже придумать, обговорить с предпринимателем. Но в моем случае, к сожалению, из-за моей доверчивости к людям и ожидания порядочности все-таки, я неоднократно оставалась обманута. Я хочу сказать, что со мной, получается, один раз заключили договор двусторонний с актом приема-передачи, и один раз мне выписали товарную накладную со стороны хозяина точки. А так я, естественно, так как у меня было много очень изделий ручной работы, плюс это было несколько точек. Таблицу, которую я ввела в электронном виде, выглядела следующим образом. Сейчас я вам немного поясню, что здесь у меня. То есть первая колонка – нумерация, если вам удобно работать с нумерацией. Вторая колонка – это наименование товара, то есть то, что вы передаете в магазин. Третья колонка – для удобства у меня было название магазина и дата передачи, потому что у меня было несколько магазинов, которые принимали у меня на реализацию товар. Следующая колонка – это цена, то есть это моя цена без наценки. И последняя колонка – это примечания, даты продажи, дата возврата и так далее. То есть здесь можно написать, в принципе, абсолютно любые сведения, которые вы бы хотели зафиксировать. То есть я в основном здесь писала дата продажи, то есть таким образом смотрела, какое время мне игрушка стояла на реализации, вообще насколько она пользуется спросом. Я думаю, что здесь каждый разберется для себя, как ему комфортно работать, как вести те или иные списки. То есть я показываю свой вариант, мне было удобно работать и вести вот такую вот таблицу в электронном виде. Реализация игрушек. Здорово, если индивидуальный предприниматель придерживается вашей договоренности и звонит, либо сообщает иным способом о продаже изделий. Как правило, надо приехать, спросить, что продалось, что смотрят, чем интересуются. Мне позвонили единожды за 6 лет сотрудничества и сказали, приходите за деньгами, ваша игрушка продана. Следующий пункт – это контроль за деятельностью торговой точки. Это на самом деле очень важный пункт, никогда не пренебрегайте. Становитесь за правило. Хотя бы раз в месяц, если нет связи, заезжайте в магазин, смотреть свои изделия, также интересоваться продажами. И, пожалуй, я признаюсь вам, что это моя самая главная ошибка в моем сотрудничестве с индивидуальными предпринимателями. И она заключается именно в том, что контроль с моей стороны был недостаточный. Следующий пункт, о котором я хотела бы вам рассказать, это закрытие торговой точки. Да, торговые точки закрываются. Это либо решение индивидуального предпринимателя о том, что что-то не так, бизнес стоит, не развивается так, как хотелось бы, и он принимает решение закрыть магазинчик. И, естественно, отдает все эти изделия ручной работы, которые вы ему принесли. Но это бывает далеко не всегда. Я вам в начале видео сообщила о том, что я работала с семью магазинами, и недосчиталась я 31 изделия ручной работы при закрытии торговых точек. Среди них были игрушки, развивающие игрушки для малышей, броши из бисера, украшения для волос, текстильные коробки, новогодние елочные шары и так далее. Не буду озвучивать сумму, для меня она, конечно же, достаточно, достаточно большая, но для кого-то из моих зрителей это может быть как бы цена возможной одной игрушки. Но хорошо, если вас уведомили о закрытии, вы смогли забрать свои работы. Что касается меня, то в одном случае я забрала работы своей сама, во втором случае пять точек меня известили о том, что они закрываются, и в третьем случае одна точка, я узнала о закрытии только спустя 4 месяца. И товар мне, естественно, не вернули. Но здесь мы уже с предпринимателем спустя 4 месяца уже какие-то моменты обсудили на этот счет. Следующий пункт, который я с вами хотела обсудить, это, конечно же, расчеты. Это очень интересно, это очень важный пункт, я считаю, каким образом осуществляются расчеты между рукодельницей и предпринимателем. Ну, здесь на самом деле только два способа, это либо наличными, либо перечислением на банковскую карту, либо на счет. Если наличными, то вы приезжаете в магазин, получаясь наличные деньги за реализованный товар, но здесь есть, естественно, одно «но». не всегда на торговой точке есть такое количество денег, которое вы должны получить. Поэтому предупредите индивидуальному предпринимателю, чтобы он посчитал предназначенную вам сумму до вашего приезда и подготовил наличные деньги. Ну и второй пункт, как я уже сказала, это перечисление на банковскую карту. Здесь, наверное, больше на доверие и порядочность, потому что у меня был случай, что мне около двух месяцев вешали лапшу на уши, что проблемы с банком, что деньги вернулись к плательщику, что счет заблокирован и еще тысяча отговорок. Но имейте в виду, это только отговорки. Вода камень точит. Нужно, конечно же, отстаивать свои интересы и требовать честно заработанные вами деньги. Вы также не должны забывать, что предприниматель на вас зарабатывает. Он получает те проценты, которые вы обговорили с ним, по которым у вас есть договоренность изначальная. Это наценка, которую он делает на ваши изделия ручной работы. То есть здесь этого также нельзя забывать, не нужно никого жалеть. То есть вы забираете свои честно заработанные деньги. И если у него там какие-то проблемы с оплатой кредитов, РКО или аренды, или еще какие-то моменты, это его уже проблемы, сопряженные с занятием предпринимательской деятельностью. А в следующем пункте я бы хотела обозначить те плюсы и минусы, которые я для себя определила в течение вот шести лет, сотрудничая с предпринимателями и изучая, так скажем, спрос на изделия ручной работы и вообще изучая вот эту вот систему работы через магазины оффлайн. Итак, плюсы. Конечно же, это опыт, который вы приобретаете, и, наверное, этим здесь все сказано, но, тем не менее, разделю его. То есть это опыт продаж через магазины оффлайн, это взаимодействие с представителями микропредпринимательства в вашем городе, это опыт общения с новыми людьми, новые знакомства, плюс также в том, что рукодельница передает игрушки в магазин и не занимается рекламой и продажами, сам не стоишь за прилавком, как это у нас встречается на ярмарках рукоделия. Следующий плюс – это реальные продажи изделий ручной работы, они не лежат у нас в шкафу, где-то они стоят на полочке и не пылятся в квартире, то есть они стоят на прилавке, где достаточно большой поток людей и всегда на виду, и всегда человек при выборе какого-то подарка, например, знает, что да, вот здесь вот я могу этот товар приобрести. Также считаю хорошим таким плюсом это возможность изготавливать именно ходовые товары, те, которые ценятся и пользуются спросом у покупателя. Ну, и я так называла, это плюс постоянное творчество на поток, то есть вы можете, если вам это не надоедает, то делать какие-то одинаковые работы в одинаковой технике и успешно их продавать. Так, ну и поговорим про минусы. Нужно признать, что отделы магазины по реализации хендмейт-работ имеют неширокий круг покупателей. Следующий минус, который я хотела бы вам озвучить, это доверяй, но проверяй, то есть это взаимоотношения, которые влекут за собой передачу товарно-материальных ценностей, в том числе и денег. Такие взаимоотношения на доверие строиться не могут. Третий минус, это ненадлежащее оформление документов и недостаточность контроля. Четвертый минус, цена мастера, очевидно, будет низкой из-за высокой наценки магазина, которая часто не оговаривается изначально, и мастера узнают об этом уже по факту. И еще один минус я вам все-таки озвучу, это то, что игрушки выгорают, ломаются, сваливаются, затираются, теряют товарный вид. И когда я вот забирала из некоторых отделов свои игрушки, мне их также приходилось клеить, чинить, менять одежду, потому что она выцвела из-за вот этого освещения в торговых залах. и прикладывать, так скажем, дополнительные усилия и тратить дополнительное время на доведение товара до надлежащего товарного вида. Впоследок поделюсь с вами выводами по сотрудничеству с предпринимателями. Я сдавала изделия ручной работы с 2014 по 2019 годы на протяжении 6 лет. Это, конечно же, огромный опыт. Я сотрудничала с семью торговыми точками, приобрела опыт и решила вот сейчас снять для вас такого рода видео, чтобы рассказать о радостях и рисках таких взаимоотношений. Ну и также в чем-то предостеречь. На начало 2020 года я не сотрудничаю с магазинами, принимающими на реализацию изделия ручной работы. В настоящий момент не планирую подобного сотрудничества, но через какое-то время допускаю, что это может произойти. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки этому видео, если оно было вам полезно. Пишите в комментариях о своем опыте и свои вопросы, если они у вас остались или, может быть, возникли по ходу данного видео. Добра бантиков! Субтитры сделал DimaTorzok